То, что оплатили, то, что не поправляется и не будет поправлено, потому что претензий к прошлому руководителю не выставил. Выставит замечание устранения. Там он лопает, а пойдет. Да, вот отсюда смотришь, видишь, что не тревогу. Вы снимите. Объясните, пожалуйста, вот это вот технически правильное решение? Нет. Бордюр либо выпил, либо специальная бордюра. Сам по себе бордюр выставлен в плановом положении, криво. Вы видите, какое пузо в этом месте? Третий под замену, четвертый. Вот они подряд. С той стороны заделывается, это вот. Естественно, кухонный, вот и завалит. Ну вот они, все микротрещины, которые бордюр потом. Да, вот они, микротрещины, их видно. Ну поэтому и мокнет этот бордюр, потому что он в трещинке. На нем вода не задерживается, она попадает в нем. А в период заморозка, вот эта вода, которая попала внутрь, она просто замерзнет, превратится в лед. Естественно, расширится и полопается битву. Бордюр промыкается. А вот эти бордюры со скосом делают. Бордюр должен быть 4 метра. А здесь вот представьте, да, после дождя. 2 метра для пешеходов в воду. То есть ширина пешеходного не выдержана, да? Да. Продолжение следует...